Три, два, один, наш! Наш сбор! Наша сборная уже котируется в Европе. Никто уже не смотрит на нас так сквозь пальцы. А уже все пристально обращают внимание. И то, что наши футболисты сейчас играют в лучших клубах Европы, я думаю, что это ни для кого не сюрприз. Если будет предложение от суперклуба европейского, я думаю, что надо думать серьезно. Чем сильнее клуб, тем выше конкуренция. Конечно же, мы друг другу палки в колеса не вставляем, и никто никому в лицо не бьет кулаками. Но в спортивной, в жесткой борьбе, доказываем, выходит на поле, как говорят, сильнейшее. Алдонин, можно забивать удар, поворотом и гол! 2-0, ЦСКА впереди! Евгений Алдонин, 22-й номер, отправляет мяч в Севку. Каждый год уровень футбола и скорости в футболе растут. Конечно же, огромные нагрузки присутствуют. На тебя приходит смотреть полный стадион, 70-80 тысяч зрителей. Им бесполезно говорить, что ты устал, или тебе что-то не хочется, или у тебя какое-то недомогание, или ты приболел. Об этом знает, не знаю, может быть, тренер или доктор команды. И, коль ты уже вышел на поле, я думаю, что ты должен отдать всего себя. Это залог успеха, сбор победы. Не в частности в матче, а в первенстве, в чемпионате. Ты набегаешь на одну, встаешь, но чуть согнут. Ну да, даю. Игроки трудятся для того, чтобы, допустим, достичь определенного уровня, пробиться на чемпионат мира. Там, допустим, по роковой случайности судья не заметит какой-то момент. Хочется, чтобы, конечно, меньше всего было этих ошибок. Однажды меня удаляли с поля. И мне, как мне казалось, абсолютно несправедливо. Этот матч был в Ярославле с Шинником. Тогда еще Шинник играл в премьер-лиге. И судья меня ударил после двух нарушений. Так, казалось бы, абсолютно не тянули они не на желтую карточку, а в особенности, конечно, на красную карточку. Ну, судья принял такое решение. В итоге мне пришлось уйти из поля. Но вот тот матч мы не проиграли. Я очень сильно переживал в раздевалке. И, естественно, что подвел всю команду, что оставил в десятером. Но ребята молодцы. Сумели даже сравнять счет и свели матч к ничейным результатам. Это наш аллея славы, ЦСКА. Это мы выиграли Кубок УФА. И нас к себе пригласил президент тогда еще России Владимир Владимирович Путин. То есть был очень фееричный год. Триумф ЦСКА 2005 года. Это нас принимал Иванов. Каждый год проводится первенство. И каждый год у нас стоит задача стать чемпионом. И это, допустим, наверное, уже ни для кого не новость, что ЦСКА всегда хочет стать чемпионом и всегда стремится стать чемпионом. Мы в этом году зашли до четвертого финала. Хочется добиться еще большего результата, еще большего прогресса. И привести, наконец-то, Кубок Лиги Чемпионов в Москву. Я думаю, что это грандиознейшее значение вообще для мировой общественности, европейского. Поэтому есть такие задачи. И мы к этим задачам двигаемся, работаем. Вот так мы порой готовимся к играм. Бильярд, теннис. Здесь вечером, когда нас собирается, устраиваем турнир. Осенний период самый насыщенный бывает в основном. Если ты борешься за чемпионство, то в основном осенью определяется чемпион. Потом в сборной играют все свои отборочные циклы. И потом уже долгожданный отпуск в начале зимы, которого каждый футболист ждет, наверное, с большим терпением и желанием. Потому что после тяжелого сезона, вот уже к ноябрю, к декабрю, конечно, уже физически и эмоционально, конечно, встаешь очень серьезно, очень сильно. Проходит месяц, и как новенький возвращаешься в строй опять на сборы, опять все по-новому. Если у тебя хороший эмоциональный фон положительный, тогда все делается с удвоенной энергией, я думаю, с хорошим настроением. То есть просто, можно сказать, летаешь, порхаешь по полю. Когда в семье все хорошо, когда все тебя поддерживают, все, наоборот, стремятся каким-то образом улучшить твой эмоциональный фон. Это замечательно. И тогда, конечно, и работа не работа, а одно удовольствие. Евгений Алдонин – счастливый семьянин. Он женат на известной талантливой певице Юлии Началовой. Это одна из самых красивых звездных пар. В их спортивно-музыкальном союзе подрастает любимая дочь Верочка. Все получилось очень так стремительно. Мы как раз выиграли кубок УЕФА, привезли его в Москву. И на следующий день буквально нас пригласили с товарищем в ресторан. Я знала, что существует такой спортсмен. У меня вечером был концерт. И меня после концерта друзья пригласили на концерт Леонида Агутина. И я сначала познакомилась с Дэвидом Шембересом, который сказал мне, вот, здравствуйте. А было так громко. И я их начала поздравлять, потому что я их только видела по телевизору. И Дэвид говорит мне, стойте, никуда не уходите. И через одну секунду рядом со мной был Евгений Алдонин. И мне кажется, что вот с этого момента мы уже практически не расставались. Особенно, когда он сказал, я водолей. И сказал, я тоже. Дэвид меня познакомил не случайно. Я говорил, что на российской сцене нравится Юля начала, как выглядит, как поет. Каждый день виделись, каждый день общались, встречались, назначали свидания. Ходили в кино, в рестораны. Юля сразу же показалась мне очень открытым человеком. Очень добрая, очень добродушная, веселая, жизнерадостная. Как-то так все у нас получилось. Вообще не было очень... Легко складывалось, абсолютно. Через 7 или 8 месяцев после знакомства я сделал предложение Юле. Где-то на протяжении года вот мы общались. Вот так достаточно все быстро подошло. А теперь у нас уже есть Верочка наша. Ей уже практически 3 года и 8 месяцев радует нас. Готова? Ну-ка давай отбивай. Давай, хватит. Отбивай. У нас такой союз непростой. Потому что и жена постоянно востребована, постоянно занимается своим творчеством с самого детства. В этой ситуации в нашей семейной жизни самая непростая участь у нашей дочки Верочки. Потому что, конечно же, она очень скучает и по папе, и по маме, вследствие того, что мы часто уезжаем из дома. По мере возможности, конечно, мы сколько можем, заботы, тепла и любви отдаем ребенку. Поем громко с выражением. Раз морозною зимой, доля пушки весной, желтый дверь к тебе домой, теплый шум и белковой. Сами занимаемся ребенком с ее самого-самого раннего детства. И если кто-то отсутствует, уезжает или там на какой-то период, потому что у него бывают сборы, я часто улетаю в Америку. В любом случае, один кто-то из нас находится с ней. Либо это Женя, либо это я, либо это наши мамы. У нас нет няни, у нас есть только близкие люди, которые рядом с нами находятся, и нам очень помогают в этом вопросе. График футболиста прочитать очень сложно, и артиста также. Поэтому на данный момент Юля очень часто уезжает в Америку, но записывает альбом англоязычный. Конечно, мне очень приятно, допустим, было, когда мы играли на Кубок России, пришла вся семья, даже и родители Юлины, и моя мама пришла с Верочкой, Юля была. То есть мы выиграли, это, конечно, очень приятный момент, когда вся семья тебя поддерживает. Я не скажу, что мы крайне публичные люди, выходим на какие-то тусовки, на какие-то там, допустим, мероприятия. Мы делаем это очень редко и очень так по значимому случаю. Мне хочется, чтобы наша дочка выросла замечательно, красивейшей человечком, которая будет образована, которая будет воспитана. Вот в этом плане мы с Юлей очень стараемся. Я думаю, мы не будем останавливаться на достигнутом, а планируем еще ближайшие планы завести еще детей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!